В прошлом году в регионе введена новая мера социальной поддержки, компенсации части затрат на оплату взносов по капремонту для пенсионеров. В областном центре за услугой обратились полторы тысячи человек. Из них 1100 – люди старше 80 лет. В 2017-м на эти цели региональный бюджет предусмотрел более 2 миллионов рублей. Львенную долю средств Ивановская область получит из федеральной казны. Предусмотрена помощь в виде субсидий 18,7 миллионов рублей из федерального бюджета. Кроме того, в бюджете областном также предусмотрены средства на предоставление данной меры социальной поддержки в полном объеме. Право на компенсацию имеют жители региона в возрасте 70+, но только те, кто не получают льготу по другим основаниям, вне зависимости от возраста. Например, инвалиды или ветераны труда. Гражданам старше 70 лет, являющихся неработающими собственниками жилых помещений, проживающими одиноко либо в составе семьи, состоящей только из пенсионеров, значит, гражданам от 70 до 80 лет компенсация расходов предоставляется в размере 50% в пределах социальной нормы площади жилья. Гражданам от 80 лет и старше компенсация расходов предоставляется в размере 100%, но также в пределах социальной нормы площади жилья. Социальная норма площади жилья для одинокого пенсионера – 33 квадратных метра. Для семьи из двух или трех человек – 21 и 18 квадратных метров соответственно. В компенсации будет отказано работающим пенсионерам, тем, у кого в квартире зарегистрирован трудоспособный и задолжавшим закап ремонт. Всем остальным, как только разменен восьмой десяток, можно обратиться с заявлением в органы соцзащиты или МФЦ. Для граждан, которые хотят оформить компенсацию расходов на уплату взноса по капитальному ремонту, можно обратиться по следующим адресам. Это торговый центр «Купеческий», МФЦ «Тополь», мои документы на улице Куконково, улица Строительный, дом 5 и Богдана Хмельницкого, дом 4. При себе необходимо иметь паспорт, документ, подтверждающий право собственности, трудовую книжку заявителя, квитанцию за капремонт за предшествующий месяц без задолженности или соглашение о ее погашении. Выплата компенсации производится раз в полгода. Первая в 2017-м запланирована на июль. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.